Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня в нашей студии вице-президенты Федерации ММА Георгий Андреев и Сергей Терёшин. Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! И мы с вами уже не впервые встречаемся. Каждый примерно знает, что такое классическая борьба из наших телезрителей, что такое дзюдо, что такое самбо, распространенные виды спорта. А вот по поводу ММА, даже люди, увлеченные спортом, не всегда могут точно определиться, что же это такое, что такое смешанное единоборство. Вот расскажите, пожалуйста, в чем отличительные особенности, характерные черты этого вида спорта. Ну, данный вид спорта зародился не так давно. Он включает в себя борьбу, также ударную технику. Борьбу в качестве клинча. Такие виды спорта, как самбо, дзюдо, вольная борьба. И в партере это джиу-джитсу, и также тоже дзюдо и самбо. Ну, а ударная техника, соответственно, карате, бокс, китбоксинг. То есть спортсмен должен быть подготовлен и по тем, и по другим, универсально владеет всеми техниками? Ну, получается, да, он уже универсально владеет теми или иными видами спорта. А вот болевые приемы, например, как в самбо используются? Конечно, и болевые приемы используются. Расскажите, пожалуйста, немного из истории. Откуда взялось такое стереотипное понимание ММА как жестоких кровавых боев? И на самом деле соответствует ли это действительности? Ну, сейчас на данный момент уже не соответствует действительности, потому что сейчас применены более мягкие требования к этому. Еще в Древней Греции был такой вид спорта, как панкратион, где бились без перчаток, без защиты, соответственно, и борьба, и это было все жестоко. И где-то примерно до 90-х годов в Америке у нас были такие бои без правил, которые бились без защиты, без перчаток, соответственно, это было более жестоко. А сейчас это безопасно? То есть, насколько я понимаю, детишек даже приводят. Можно смело взять, привезти своего ребенка в спортшколу, в секцию и обучать этим смешанным единоборцам, так? Да, конечно. Много защиты, соответственно, на голову, на колени, даже на локте есть, соответственно, на рукавнике. Тут основное, понимаете, Мария, в чем все дело. Основное в том, что чаще всего люди, которые не связаны со спортом, когда слышат смешанные боевые единоборства, сразу начинают вспоминать какие-то коммерческие турниры, как UFC, Bellator, да, или вообще уж совсем в старину, там, по фильмам такие, как Кровавый спорт и так далее. Здесь надо провести все-таки четкую грань между видом спорта, как таковым, да, и коммерческим выступлением. Она все-таки существует, потому что вид спорта, опять же, как Сергей Анатольевич сказал, выдает спортсмену, если ты выступаешь именно по виду спорта, смешанные боевые единоборства, у тебя полностью экипировка, да, то есть, суставы твои защищены, на голове у тебя шлем и так далее. Получить травму какую-то, это, конечно, ну, надо очень сильно постараться для того, чтобы ее получить. А если спортсмен, выступая по виду спорта, впоследствии хочет выступать в коммерческих турнирах, ну, это уже выбор не ребенка, да, не подростка, а взрослого мужчины. А если говорить о нашем конкретной регионе, немножечко отстающим был вид спорта, скажем так, развития, да, недавнего времени, а сейчас резкий скачок произошел, и достижений много, и клубов много открылось, и детских секций много открылось. С чем это связано, и, может быть, расскажете о том, на каком уровне сейчас смешанное единоборство в нашем городе, регионе? Вообще вид спорта ММА, ему три года, да, вот, три таких полноценных, полновесных года, как первый президент, да, Федор Геннадий Косновалов, вот, у нас вид спорта и федерация зародилась в 13-м году, вы сами можете посчитать. Для сравнения с другими федерациями, которые уже десятки лет исчисляются, там, больная борьба, да, или борьба с самбо, или бокс, конечно, мы по сравнению с ним в таком зачаточном положении. Почему медленно происходит развитие? Ну, наверное, отсутствие, как всегда, у нас финансирования. Это немаловажно. Все-таки сейчас вид спорта развивается только благодаря стараниям энтузиастов своего дела. Клубы, хочу отметить, развивают это хорошо. То есть, отдельно клубы, можно перечислить, там, клуб «Патрон», «Арта», «Витязь», «Евпатика», «Лаврат», «Борода», то есть, ну, «Торпеда». Достаточно большой выбор клубов, куда именно как клубное движение, ну, можно прийти и больше развиваться. А сама федерация, конечно, ну, стараемся, прилагаем усилия, пытаемся развиваться, ну, пока заметных успехов именно... Пытаемся начать развитие детского вида спорта как раз в этом направлении. Потому что спортсменов надо воспитывать, в первую очередь. За три года, вот, ну, становление федерации, даже если впервые мальчик пришел заниматься там три года назад в ММА, да, ну, еще говорить о каких-то там выдающихся успехах еще пока, ну, преждевременно, в первую очередь. Хотя очень, ну, с удовольствием дети идут именно, переходят из других видов спорта. Ну, опять же, благодаря тому, что очень здорово освещает пресса, все коммерческие турниры, да, ну, в основном, конечно, смотрят все на коммерческие турниры. Они играют на роль спортсменов, да. Хочешь выступать зрелищно, ты должен пройти какую-то школу, да. Школа – это то, что дает тебе федерация, дает тебе вид спорта. При этом стала известна мне небольшая тайна, что в целях популяризации такое подобное шоу-зрелище готовится и в нашем городе в ближайшие месяцы. Илья Анатольевич. Да, планируем провести 25 марта в Ледовом дворце коммерческий турнир с привлечением знаменитых бойцов, ну, и, соответственно, устроить какое-то небольшое такое шоу. И все это дело показать людям, что федерация ММА Рязанской области работает над этим вопросом, и все это дело преподнести… К красивому свете. Да, к красивому свете. А говоря о знаменитых бойцах, вот вы так скромно сейчас говорили о развитии спорта в нашем регионе. Между тем, за последние годы уже с таких значимых, сильных спортсменов в Рязань выставляют на различные соревнования. Как объяснить? Ну, опять же, проводим небольшую грань. Недавно проходил в Кассиме крупный турнир всероссийских соревнований среди юниоров 18-21 лет. 18-21. 18-21 год, да. Но, к сожалению, там похвастаться первыми местами, даже вторыми, Рязанская федерация пока не может. Хотя общекомандное место у нас достаточно хорошее, ну, вот не вырастили мы пока победителя, который может представлять Рязанская область на всероссийском уровне. С другой стороны, в плане проведения коммерческих турниров и участия в них, да, действительно, у нас есть прияты хороших бойцов. В частности, хочется отметить клуб «Арты». Там, начиная от Артема Казбанова, который сам и является тренером, и выступающим, да, выступает периодически Николай Савилов, также это наш тяжеловес. То есть, ну, это все-таки немножко не спортивные, ну, вот спортивные, да, но больше коммерческие бои. И при этом, насколько я понимаю, что подобные спортшколы, секции для детей, если даже пока вы говорите о том, что нельзя там за три года подготовить какого-то первоклассного ребенка. Между тем, в Пасхе есть, у вас недавно сюжет прям снимали, да, мальчик, который в Италии чемпионат, да, на чемпионате мира уже участвовал, первые места привез. Ну, вот тут, понимаете, тоже есть небольшой процент лукавства, и Мамат, он занимается два года. Понятно. А до этого у него хорошая была базовая подготовка, о чем говорил Сергей Анатольевич. Он очень долго занимался джиу-джитсом бразильским, ну, поэтому и смог добиться таких результатов высоких. Ну, у нас в целом, да, уровень подготовки спортсменов в Рязанской области, благодаря там квалифицированному тренерскому составу, который способен детей и физически, и духовно воспитать, это речь о патриотическом воспитании, о котором так много говорит глава государства в последнее время, правильно? Да. Даже если мы там в спорт высоких достижений не выходим, то мы воспитываем, получается, здоровую нацию. Да, да, и хочется отметить, опять же, огромное достижение, то, что не только в городском центре, ну, в областном центре в Рязани, да, происходит рост, ну и, так скажем, в районах, да, в районах. Что еще, Сергей Анатольевич? Ну, то, что мы даже вот в связи с этим 4-5 числа, в марте, будет проходить первенство Рязанской области по ММА и будем проводить как раз вот в ФОКе и в Паттик-Лаврат в Спаске. Да, всех желающих приглашаем, если кому-то интересно посмотреть. То есть будут взрослые категории от 12 лет и заканчивая взрослыми мужчинами. Ну, будем надеяться, что энтузиастов в нашей стране много подобных вам и когда-нибудь уровень развития спорта достигнет того, той державы, какая была при Советском Союзе, когда спортивными были, да, каждый второй. Спасибо вам, что пришли к нам в гости. У нас в студии были Георгий Андреев и Сергей Терешин. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин